Прекрасная погода, располагать женщин, надевать короткие юбки и шорты, мужчин демонстрировать накаченные торсы. Смогут ли присоединиться к армии уверенных в себе людей в прекрасной форме? Участницы проекта «Артеджим. От пышки к пушке. Второй сезон» узнаем сегодня. Мы сегодня подводим итоги нашего проекта. Это были три месяца тренировок, надежд, разочарований, возможно, у кого-то и упорного труда, конечно. Мы благодарим всех наших участниц. У нас не у всех получилось дойти до финала. Некоторым не хватило немножко упорства и трудолюбия. Но те, кто здесь, те, кто сегодня с нами на награждении, они все победители точно. Потому что они сделали шаг вперед к улучшению какого-то качества своей жизни, вперед к здоровью, к фитнесу и красоте. Мы всех поздравляем. Желаем всем не останавливаться на достигнутом, а только продолжать, продолжать, продолжать. И набирать обороты в своих тренировках, да и вообще в жизни. Финальные тренировки уже проходили лишь для самых целеустремленных и стойких. Многие девушки не выдержали борьбы и сдались в процессе. Но сегодня мы увидим тех, у кого характер настоящих бойцов. Надо сказать, участие в проекте принимали не только девушки с сильно выраженным лишним весом. Некоторые пришли, чтобы побороть не лишние килограммы, а проработать совершенство своих форм. У него, конечно, увеличилась выносливость. Стало легче намного выполнять всякие разноупражнения. Намного дольше, намного больше. У меня есть время и отдохнуть, и заниматься учебой. Пришла она в вес 55 килограмм при росте 160. В принципе, убирать много и не надо, да. Но что получилось, у нее за первый месяц ушло 2 килограмма, судя по измерениям. По формам, по моим наблюдениям, мышц добавилось точно. Соответственно, жир ушло еще больше, чем 2 килограмма. Среди тренировок я взял за основу круговые тренировки, так как это наиболее эффективный метод для сгона веса в кратчайший срок. И в целом, они еще растят неплохо мышечную массу. Не так сильно, конечно, как силовые тренировки, но за 3 месяца больше этой, наверное, не достичь. В борьбе за лучшую версию себя девушки применяют разные средства. Дисциплина, строгое соблюдение рекомендаций тренера, а также дополнительные процедуры, которые участницам проекта предоставил фитнес-клуб. Прессотерапия – одна из таких процедур. Одеваем костюм, идет подача воздуха по этим аппликаторам, тело сжимает и разжимает. Процедура безболезненная, очень приятная. Первое, что она делает, это выведет лишнюю жидкость из организма. Это очень важно, потому что внеклеточная вода, она абсолютно никому не нужна. То есть водичка, которая у нас распределяется по организму, она должна у нас распределяться пополам, то есть 50 на 50. Если этого не происходит, соответственно, человек чувствует отеки, усталость, вялость, недомогание. В общем, пресс-терапия, она поможет не только вывести лишнюю жидкость из организма, но и ускорить обменные процессы в организме, да, то есть обмен веществ. Очень хорошо уходят объемы, то есть это минус 5-8 сантиметров в талии, в бедрах. И по весам, как бонус, это минус 5-6 килограмм. Это большой плюс для людей, которые страдают избыточным весом. Под воздействием пресс-терапии улучшается кровообращение, соответственно, наши клеточки насыщаются кислородом, а это очень хорошо влияет на наш организм. Анастасия – одна из самых замотивированных участниц. По статистике, из всех девушек, участвующих в проекте, она проводит больше всего времени в зале. Процедурами она тоже не пренебрегает. Ощущения очень интересные, буквально как будто тебя выжимают, выжимают. Каким будет результат усилий, узнаем уже через несколько минут. Итак, финальное взвешивание. День подведения итогов настал. Подсчет результатов, анализ, обсуждения в тренерской – единогласного мнения нет. У нас остаются еще раз, два, три, четыре человека. Для них там все есть утешительные грамоты. Бурное обсуждение завершилось. Кому же достанутся главные призы? Начнем с того, что это были очень жаркие споры сейчас у нас. И тренеры очень отстаивали своих участниц. У нас развернулась там нешуточная баталия наверху. Но мы вроде как пришли к какому-то компромиссу. Самые жаркие споры были в этой сфере. И третье место мы присуждаем Анастасии Зарецкой. Анастасию мы все видели в зале регулярно. Всех призерок мы видели. Мы знаем. Спасибо. Довидим к вам особенное спасибо. Анастасия, пожму вашу руку, позвольте. Позвольте. Второе место присуждаем Юлия Луемко. Тоже воспитанница Дмитрия Чудникова и его команды. Жмем руку. Спасибо вам, Юлия. И первое место. Человек, который, мне кажется, эмоционально сильнее всех переживал этот проект. Это Елена Корбова. Ура! Слезы счастья. Я сделала то, что я хотела. С помощью, конечно, Данила. Это было круто. Ожидаемо? Ну, стремление было. Да. Задача перед нами стояла немного иная. У нее были некоторые проблемы со здоровьем. И не навредить, и получить кайф. Кайф мы получили, а еще и победили. Несмотря на такие итоги, победителями можно назвать всех участниц, дошедших до финала. Ведь каждая из них получила свой главный приз – великолепную физическую форму. Редактор субтитров А.Семкин